старая народная мудрость гласит лекарственные растения действуют на нас только в своей целостности поэтому для получения правильного сока чистотела нам нужно вырвать не какую-то отдельную часть растения например листья или стебель а весь вкус целиком нам нужно вырвать растения именно вместе с корнем сделать это довольно легко не придется ни копать не сильно напрягать видите в корень довольно легко выходит из земли сам он как будто бы стремится отдать нам свою целебную силу грех не воспользоваться этим теперь корни нужно промыть в воде немного просушить но не под открытом солнцем а где-то в тени под навесом нам нужно будет перемолоть полностью все растения и листья и стебли и корни поэтому мы его для начала измельчим понадобится мясорубка или соковыжималка не советую вам использовать дорогие кухонные комбайны чистотел это очень горькое растение и пока вы будете прокручивать его горечь пропитает буквально все механизмы вашего кухонного приспособления и как бы вы хорошо его потом не отмывали все равно горьковатый привкус будет какое-то время еще сохраняться и переходить в другие продукты которые вы будете прокручивать вот через эту мясорубку так что приготовьтесь что ваши котлеты не дай бог будут отдавать слегка чистотел поэтому я вам советую найти какую-нибудь старенькую мясорубку неважно уже как она выглядит главное чтобы просто была рабочей молодой чистотел очень сочный но все таки через мясорубку он идет не так-то легко так что придется приложить нам мышечные усилия получается вот такая вот густая масса которую теперь нужно отжать через марлю вот так выглядит процеженный сок чистотела темно-зеленого цвета густой немножко напоминает болтную жижу и очень горький на вкус и тем не менее вот это горькое лекарство поможет вам во многих случаях жизни а теперь нам очень важно правильно его укупорить так чтобы он хранился потом всю зиму для хранения подойдут бутылка с пробкой либо флакончик с плотно завинчивающейся крышечкой так как сока у нас не очень много мы выбираем флакончик и переливаем наш сок пользоваться сока можно сразу но если вы хотите его сохранить на зиму то нужно плотно укупорить крышку закрутить ее и поставить флакон темное прохладное место но не в холодильник лучше погреб в течение недели этот сок будет бродить надо периодически время от времени через два-три дня отвинчивать крышечку и выпускать накопившиеся газы вот где-то через неделю процесс брожения у нас закончится газы мы выпустим тогда вот этот пузыречек будет у нас хранится достаточно долго в некоторых случаях даже до пяти лет сок чистотила прекрасно лечит проблемы кожи лица например такие как укревая сыпь пигментные пятна папилломы буквально через некоторое время после того как вы первый раз нанесли сок чистотила лицо начинает пощипывать даже если у вас и нет никаких повреждений сок идет внутрь кожи спокойно потерпите и подождите 35 минут через 35 минут обязательно намажьте свое лицо во второй раз вы сразу же почувствуете что кожа начинает теплеть щеки начинают гореть лоб начинает гореть вот то что лицо горит вот это означает что чистотил действует правильно что он полностью пропитывает все слои вашей кожи соком чистотила можно лечить и суставы при подагре ревматизме артрите и целом ряде других заболеваний нужно обильно смазать соком больное место смазывать нужно 3-4 раза смазывать нужно 3-4 раза спирую вам в 2-3 минуты зуды на коже вы при этом не почувствуете сок быстро пойдет внутрь в сустав и окружающие его ткани он хорошо снимает боль отечность а также уменьшает отложение соли в суставах но для большего эффекта терапия должна быть комплексной нужно сочетать наружный и внутренний прием чистотил что же лучше сок отвар а может быть настойка на спирту и как пить чистотил чтобы не навредить себе ведь в больших дозах это растение способно превратиться в яд все это подробно расскажу в следующих сюжетах понравился ролик подписывайтесь ставьте лайки и следите за каналом лекарства с грядки и следите за внимание